Это шедевр. Были такие случаи, что вот в ИСУшнике заминировали девушку молодую, 16-летнюю. Получается, что девушки вставили гранату во влагалище и запинили. На самом деле, что говорили российские пропаганды, не была правда. Девочке пришлось... Девушку пришлось саперам разминировать. Наш парень из нашего отделения это делал. Он просто пришли, и селяне говорят, ну вот такая ситуация, что делать, не знаю. Там врач не берется, потому что, ну, вы сами понимаете, ничего там не сделаешь. Пена и это, и в ней РГ-42 ставит граната, блин. Пришлось парню делать, как говорится, ювелирную работу, разминировать девушку. Такие были случаи, да. Было то в городе Чернигов. Я видел рабовластники, это подразделение, да. На самом деле, что все говорили, российские пропаганды, не была правда. Добрый день. Ай, здрасте вам. Здравствуйте, здравствуйте. О чем хотите побеседовать? Не знаю, я отдыхаю. Если есть что-то интересное, поговорим. Да я тоже отдыхаю, тоже в отпуске. Вы голосовали? Да, я голосовал. Ну и как? Нормально. Прошел ваш кандидат? Прошел ваш кандидат? Да, прошел. А за кого вы голосовали? По партийным спискам или по... А, и так, и так. Слушайте, я голосовал за ЛДПР. Да. А на местных выборах, ну, фамилия вам ни о чем не скажет. А, ну, этот депутат, он от какой партии, или он самоведвиженец? От Единой России. От Единой России. А вы с какого? Вот я с города Харьков, а вы откуда? Я в деревне живу, в Татарстане. А, Татарстан. Понятно. Так что все прошли, и партия прошла, и человек прошел. Да. Нормально все. Я понял. Мой голос учли. Вы электронным образом голосовали или приходили на участок? Нет, нет, лично ходил. Лично ходил, лично. А в Татарстане была возможность электронно проголосовать, удаленно? Честно говоря, даже не знаю, не интересовался. Я никуда не уезжать не собирался, поэтому мне буквально две минуты до избирательного участка на мотоцикле ехать. А, понятно. Да, ну, это или 15 минут пройти пешком. Ну, да, 15-10. Поэтому прогулялся. Ну, вот, если есть что-то интересное, поговорим. Если нет... Да я даже не знаю, вы на какие темы здесь общаетесь? На политики? Это от вас зависит. Не, мне просто интересовало, вот, так сказать, голосование ваше. А вы как голосовали на выборах за Зеленского? Я нет. Вот удивительная история. Здесь вот в чат-рулетке, кого не спросишь, жители Украины, никто не голосовал или не признает, что за Зеленского голосовали? Она выборах за 7,7%. Стыдно. 7,7%. Стыдно. А почему? Не знаю, стыдятся вот люди. Блин, а мы гордимся своим президентом. Вот же ж, я ж знаю. И вам все завидуют вообще, что у вас такой президент? Да вряд ли все. Не все, я думаю. Почему все завидуют? Ну, это са, завидуют все, просто не все, как бы, признаются в этом. Ну, вполне может быть. Я за всех не буду говорить. Нет у меня такой статистики информации, что все. Ну, с такой статистики вообще ни у кого нет. Глядите, а вот удивительная история. Жители Украины говорят, что они очень свободны, и когда им не нравится какая-то власть, они идут, меняют. А сейчас вот стыдно всем за Зеленского, а что-то не идут и не меняют его. Еще, как говорится, гиря до полу не дошла. Он стал меняться. Зеленский стал меняться, вы не поверите. А что поменялось у него? Ну, тоже он хотел, как бы, мир найти в глазах Путина. Хотел встретиться. Говорит, давайте встретимся, поговорим там. Конечно, встречались. Где? Слушайте, где-то в Европе они встречались. Ну, в Европе, а то конкретно, ну, тоже они как бы мимоходом встречались. А это конкретно вот встретиться. Не, они конкретно ездили по теме Украины же. Ну, я же говорю, это же было просто не встреча такая целенаправленная, что один с другим чисто. Целенаправленная встреча была по вопросу Украины. Целенаправленная, понятно. Тем не менее, результатов же никаких нет. Ну, я не буду с вами спорить. Вы считаете, что они целенаправленно встречались? Нет, тут именно речь идет, что межгосударственный визит. И мир в глазах Путина. Он говорит, я вижу, что... Да, но он же говорит, готов же встретиться, он же сказал, да. То есть, ну, надо понимать. У нас человек президент, человек занятой. И ему нужно знать, какие вопросы будут обсуждать. Ну, вот же что. А Зеленский что-то озвучивает, какие-то странные вопросы, которые уже обсудили. Пришли к договоренностям, и он, в общем-то, ничего не сделал из того, что должен был сделать. Поэтому смысл встречаться с человеком, если он от прошлой встречи еще вопросы не решил. Я понял. Ну, а он вот думал, что можно будет как-то вот поговорить. И мир сразу... Так и я же говорю об этом. Я же тоже... Обговорен уже весь мир. Точно. Ну, он думал, что, так сказать, можно как бы достичь мира, поговорив с Путиным. Вот. Так уже по поводу мира обсудили же. Обсудили. Комплекс мер, да, по достижению мира на Украине. Встретились, поэтому вопросы обсудили. Господин Зеленский сказал, что да, надо выполнять Минские соглашения. Согласился со всеми, но ничего не сделал для этого. А сейчас о чем разговаривать-то? Вообще не... Ну, значит, тогда ни о чем. Ну, а он, дурачок, думал, что можно найти мир в глазах Путина. Как он сам это говорил. Везде мир. У Путина везде мир. Везде, где Россия, там мир. Точно. Точно, точно, точно. Ну да. А разве нет? Сарказм я чувствую в ваших словах, но... Пример. Можете привести, где не мир, где Россия? Вы знаете... Вы вообще братский наш народ. Нет, нет, не братский. Один народ. Ну, один народ. Ну, кто говорит братский народ, кто говорит один народ? Даже Путин говорил, что братский народ. Нет, Путин говорил, что мы один народ. А я слышал, что братский народ. Он повзрослел, умнеет товарищ Путин, меняется. Теперь он говорит, что один народ. Ну, а я за ним просто не могу. А я просто угнаться за ним не могу. Ну, так бывает. У нас динамично развивается. Он, конечно, молодец. Это вообще просто, так сказать, великолепно. Вот, поэтому, ну, хорошо, предположим, один народ. Ну, значит, так сказать, только ж позитив, только помощь от одной части народа. Вы ж помогаете. Конечно, помогаем. Ну, естественно. И мы же чувствуем эту помощь. Взяли на содержание дотационные самые регионы. Крым был дотационным, облегчили Украине участь. Донецк-Луганск был дотационным и в Тяготил. Тоже содержим их. Тоже содержите. Сейчас помощь? Конечно, конечно. Вот. Помогаем. Помощь же, опять же, такие и танками, и бронетранспортерами. Конечно, конечно. Это же все, как говорится, как одна часть, то ли братская помощь с нарядами, градами и так далее. То ли одной части народа другой части народа. Конечно, конечно. Именно так. Ну, а Зеленский хотел, чтобы, вот, так сказать, как везде у нас, кроме Донецка, Луганска и Крыма. Но он же немощный, он ничего не может глядеть. Все, что хотел, он ничего не смог. А нафиг такой президент? Я согласен, что немощный. Что-то хочет, но ничего не может. Ну, только может удерживать линию фронта. И как-то по мере... А где линия фронта? По мере сил своих скромных... А с кем воюет-то? А с кем воюет-то Зеленский? Да, наверное, с вот этими братскими пушками, гранатометами, бронетранспортерами, танками. Да, бронетранспортеры и пушки, они же сами по себе не стреляют. Очевидно, там еще какие-то непонятные существа в российской военной форме. Глядите, эти непонятные существа граждане Украины, в подавляющем большинстве. А вы проверяли у них гражданство? Конечно. Каким образом? Когда обмен пленными происходил, там вполне конкретные личности с фамилиями, гражданством. Вот при обмене пленными, там были граждане Украины. Вы хотите сказать, что при обмене пленных не было граждан России? Было крайне незначительное количество. Крайне незначительное количество. А откуда они взялись, эти граждане России? Добровольцы, добровольцы. Точно, на добровольных градах, на ушедших в отпуск танках, на пушках добровольческих. Я понял. Сколько там было граждан России? Вы видели эти списки обменов? Я очень хорошо помню предпоследний обмен. 36 на 36. И сколько там было граждан России? Чистых граждан России 12 человек и 11 человек с двойным гражданством. Граждане и Украины, и России. Вы, по-моему, что-то путаете. Я ничего не путаю, вы можете это проверить. Вы путаете, путаете. Если вы так думаете... Военных-то было. Военных-то там сколько было? Там один был действующий военнослужащий российской армии. Кто это такой был? Если я не ошибаюсь, Агеев. Агеев. Да. Но вот в этом обмене 36 на 36, посмотрите, там... Я же говорю, могу ошибаться в фамилии, но там был один, который вашей же стороной признается как действующий российский военнослужащий. Ну это просто, это просто... Он в отпуск ушел. Глядите, 36 граждан не военнослужащих, а один военнослужащий, но воюете вы с российской армией там, да? Какая российская армия? Вы что? Это просто танки ушли в отпуск. Грады просто... Танки подарили. Грады. Танки нам не жалко. Танки не жалко. Мы их дарим. Мы их дарим всем желающим. Понятно, понятно. Так а что же вы нам не дарите? Почему только, Данил? Вот Харьков... У вас своих много. У вас своих много. Конечно, богатая европейская страна. Ну вот это ж вот поэтому же идет эта война. А вы ж вот все никак не можете понимать. Гражданская война у вас идет. Гражданская. Граждане России против граждан Украины. Граждане Украины с гражданами Украины. А откуда ж тогда граждане России берутся? Да нет там граждан России. Откуда у них деньги? Интервью Порошенко. Интервью Порошенко вам показать? При обмене в 18-м году. Давайте покажу. Прям интервью Порошенко. Понятно. А если другое интервью... Давайте, давайте. Не, 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 не убегай. Подождите. А вы потом... Вы его как будете искать сейчас? Потом Матюса, главного военного прокурора послушаем. Нет. Потом мы послушаем то, что я скажу. Не убегай. Не убегай. Вы как будете искать? Где искать будете Порошенко? В Ютубе. В Ютубе. Покажите ваш гаджет, с которого вы хотите что-то показать. А потом вы наберите в Ютубе российские военные на Донбассе. Сможете набрать? Смогу набрать, но найти не смогу. Отлично. А давайте проведем эксперимент. А что там экспериментировать? Вот вы мне сейчас показываете вот это вот то, что Порошенко сказал, а потом берете и показываете мне, как вы набираете российские военнослужащие на Донбассе. Обязательно. Отлично. Я, правда, вам не верю, но... Нету. Не верю, но... Ну, так мы же посмотрим. Вы же покажете, что вот нету. Вот набираю и нету. Так нету их. Так, конечно, нету. Где-то написано, что российские военные, а слова вашего Порошенко, они прям конкретно звучат. Конкретно звучат. И мать вот как отвечает вопрос. Так правильно. Вот вы ж наберете в Ютубе российские военнослужащие на Донбассе. И мы посмотрим, как они там. Есть они там или нету там. Есть слова или нету слов. Давай, давай. Сейчас включим. Только не очень долго. Времени нет. Да ладно, а что ты? Куда торопишься? Не торопись. Я еще на работе. Я сейчас пойду поработать. Это у меня обеденный перерыв. Ясно. А я в отпуске. У меня есть время. Ну, вот видите. На телевизоре. На телевизоре сейчас покажу прям. На телевизоре. А потом с тобой сделаем, посмотрим, как там российские военнослужащие на Донбассе. Привет, щита. Привет, Улан-Адэ. Что-то подвисает у вас этот самый чебурнет. Военнослужащие в Сулан-Удэ только отправляются. Да. Да, не только. Уходит спутник на Донбасс. По Укроповскому хутору огонь. Торопись. Ты меня отвлекаешь? Я сейчас найду. Ну, конечно, найдешь. А потом ты найдешь то, что я тебе говорю. Хотя, так сказать, веры мало, но давай просто вот эксперимент такой проведем. Пожалуйста, а чему так много украинских громадян с Российским? Мы никому ничего не забывали. Мы забыли звільнение. И на нашу толку еще будет укладаться большинство сусилей сегодня, чтобы вытянуть наших громадян с Российским, с Крым. Ни одного россиянина не отдали. Ну так это же не значит, что их нет. Слушай дальше. А то, чтобы вернуть до дома Сущенко, вернуть до дома Сенцова, вернуть до дома Конченко, Кликер. И много-багато других. Это тоже должно быть вопрос, как объединяет нации. Так же, как объединяет нации сегодняшний день. Дякую. А, нарезочка из страны Юрия. Я понял. Набери сейчас российские... Не, 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 никакой разницы. Набирай, набирай российские военнослужащие на Донбассе. Давай, сейчас набираю. Давай, и посмотрим. Как там у вас поиск? Российские военнослужащие на Донбассе. Точно. Так, давай, какое из этих видео? Да, какое хочешь. Давай, полистаем. Где? Давай. Это самое, пожалуйста. Где, где, где? Что, на чем остановиться? Блин, вот ничего не вижу. Чтобы было похоже на российских военных на Донбассе. Где, что, на где остановиться? Говори. Давай чуть, чуть дальше. Я имею в виду с самого начала. С самого начала. Давай. А, подожди. Вот пленные военнослужащие дают показания в Киеве. Где это так? Чуть дальше, чуть дальше. Еще. Еще. Вот где Арестович. Да, 6 лет назад. Давай. РТВА. РТВА. Давай. Мерзость, но, так сказать, хоть что-то. Грубче сделай, ничего же не слышно. Ну, это два ГРУшника, Александров и Ерофеев. Два ГРУшника, были разведчика, да, были такие. А, разведчики, это ж, я помню, братские разведчики ГРУ, с оружием, которые в бою были, которые в бою были взяты. Гляди, гляди. А майор Старков тоже, подожди, а набери майор Старков, тоже был ГРУшником. Тоже знаю такого. Знаешь, набери майор Старкова, давай посмотрим на майора Старкова. Давай, давай, давай. Я знаю его. Что ты хочешь мне рассказать? Вот эти три фамилии вы только и можете назвать. Ну, почему же только три фамилии? Майор Старков. Давай, майор Старков. Ну, потому что только три фамилии есть. Ерофеев, Старков и вот этот вот Александров. На самом деле... Только Старкова только взяли на блокпосту, когда он ехал из Донецка. С КАМАЗом боеприпасов российских. С КАМАЗом боеприпасов, да. С российским КАМАЗом, с российскими боеприпасами, действующий майор российской армии. Ну да, и что? Что? А, не, не нуж... А, ну да, и что? Конечно. Это уже это, это все. Ну, подумаешь, какой-то действующий майор российской армии. Слушай, только, видите, ваш суд даже не доказал, что он российский военный и он военнопленный. Ваш суд это не признал. Откуда вы знаете? Признаны только вот этот Ерофеев и Александров. Ну, потому что смотрел решение суда. Смотрел решение суда. Ваши же Минобороны признала его. Он не российский военнослужащий. Он же на карточку деньги получал от Минобороны РФ. Он, находясь в Донецке, находясь... Он же... При нем была карточка. Вот. Сбербанка России. И он на нее же получал зарплату. Набери, набери. Давай посмотрим на Старкова. Набери, майор Старков. Слушай, я писаю, поэтому... А, ну писай дальше. Писай дальше. Давай. Давай.